Если вы прошли успешно процедуру банкротства физического лица при условии, что долг сильно большой, ну сильно большой это более 5 миллионов рублей, когда банки и другие кредиторы действительно могут напрягаться. Хотя для иных кредиторов долг и более 500 тысяч может быть крупным, и они из принципа тоже могут сильно напрягаться. Поэтому после завершения процедуры, которая закончилась для вас списанием долга, лучше перестраховаться, не выделываться и не начинать скупать в адском режиме недвижимость, транспортные средства и прочее благо цивилизаций. Даже если долг был скромным, этого тоже лучше не делать, потому что после завершения процедуры все равно кредиторы будут наблюдать за должником. А не было ли мошенничества? Если вы начнете в адском режиме все скупать, возникнет вопрос откуда деньги, на что все это, и соответственно заведут уголовное дело. Дело можно завести и без конкретных оснований. Ну это так, если вы не знали. Вообще в процедуре банкротства желательно кредиторов, управляющего не злить. Судью не надо злить. Когда ты банкротишься, сам поехал отдыхать за границу, там в отелях чекинишься, постишь в соцсетях крутые фото из экзотических стран, ну мягко говоря возникнут вопросы, возникнут вопросы, у тебя активов нет, ты выходишь на списание долгов, ты такой честный, порядочный и добросовестный, но в то же время сам где-то там зависаешь непонятно где. Постоянно в соцсетях, а соцсети всегда отслеживаются управляющим, ты в компании мужа, жены, друзей каких-то богатых и так далее, в фешенебельных отелях не очень есть хорошо, будут вопросы и нервное напряжение будет расти. И в итоге ты можешь нарваться на то, что долги не спишут. Бывает такое и нередко. Даже если тебя обанкротили по всем правилам и ты никому ничего не должен, закон тебе не запрещает начать покупать какие-то активы, там машины, яхты и так далее. Но из соображений разумных лучше этого не делать. В течение какого времени лучше этого не делать? В течение пяти ближайших лет лучше ничего не покупать. От слова совсем. Проявите благоразумие. Существует такой минус процедуры банкротства, если вы работали где-то в госкомпании, в госкорпорации, может быть даже на госслужбе, и начальство прознает про эту процедуру, вас могут уволить. Такое бывает. И нередко. Или если вы прошли процедуру и потом хотите устроиться на работу в госкомпанию, в компанию с госучастием, могут не взять на работу. Когда проверят, и вы этот факт умолчали в анкете, могут не взять. Ну и скорее всего не возьмут на работу. Ну, когда вы банкротитесь, об этом уже неоднократно говорено, сорить деньгами направо и налево не надо. Платить за друзей в ресторанах и так далее, и так далее. Общие фоточки делать, где вы прекрасно видны. Не надо этого делать. Наличными, неналичными. Ну, кого вы искушаете. Не надо никого искушать. Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, при огромном желании, неуемном, когда вы не можете спокойно высидеть процедуру банкротства, очень сильно хочется вам за границу съездить, очень сильно вам хочется в крутом отеле отдохнуть за границей, за рубежом, очень сильно хочется платить банковскими картами, оплачивать счета в ресторанах, ездить на крутых тачках. Это все можно сделать. При должном упорстве и желании все это можно сделать. Да, это будет дорого. Но вы же тоже хотите дорого существовать. Да, хотите на крутых тачках ездить, за границей, жить во время банкротства. Можно это сделать. Через проблемы, со сложностями, но все возможно. В этом заключается главная фишка, главный плюс процедуры банкротства с нормальным специалистом. И самый главный плюс то, что вы спишите все свои долги. Например, вы взяли там 4 миллиона рублей или 5 или 6 в банке, например, на строительство дома. Вы дом построили, деньги, как говорится, все освоили, теперь долги все списали, вы ежемесячно не должны платить по 100 тысяч рублей банку, и, соответственно, у вас прекрасный дом. И вы выскочили из этой кредитной ловушки, поэтому это плюс. Но не бывает ситуации чистой в плюс или в минус, всегда ситуация двоякая. У монеты две стороны, всегда есть и плюс, и минус. О минусах можно тоже помнить. В первой части видео о них, о большей части из них сказано. Самый главный минус то, что нельзя покупать активы. В массовом. Как говорится, массово, в огромном темпе после завершения процедуры. А некоторые, бывает, еще покупают и в процедуре. Там на жену, там на родственника, на какого-то. Ну, ребят, смотрите видео внимательно, не совершайте ошибок.